Друзья, в этом видео мы поговорим о том, какие виды торгов существуют в секции приватизации. Как вы помните, приватизация – это единственная секция, где есть все виды торгов – аукцион, конкурс, публичное предложение и продажи без объявления цены. Аукцион, с ним мы уже знакомы. Коллеги, мы очень много про него говорили. В аукционе всегда есть начальная фиксированная цена. Нет каких-либо специальных условий участия, побеждает тот, кто предложит максимальную цену. Правила проведения аукциона. Аукцион у нас открытый по составу участников. Предложения по цене заявляются открыто в ходе проведения торгов. Проводится он как онлайн, так и оффлайн. А если у нас один участник, то аукцион признается несостоявшимся. Коллеги, прием заявок на участие в аукционе не менее 25 дней и максимальное количество дней не указано. Признание претендентов участниками продажи происходит в течение 5 рабочих дней с даты окончания подачи заявок. Далее продажа не позднее третьего рабочего дня со дня признания претендентов участниками. То есть с момента окончания подачи заявок до признания претендентов участникам торгов проходит 8 рабочих дней. Задаток 20% от начальной цены. Задаток может быть указан как в процентах, так и в виде фиксированной суммы. Перечисляется задаток на специальный указанный счет, указанный в информационном сообщении. Подтверждением является выписка из этого счета. Теперь, коллеги, очень важный момент, который в корне отличает аукционы по аренде от приватизации. Аукцион по приватизации признается несостоявшимся, если не было подано ни одной заявки на участие, либо ни один из претендентов не признан участником. Проще говоря, если никто не подал заявку на участие, либо все заявки претендентов отклонены, но здесь все понятно и логично, аукцион признается несостоявшимся и выставляют на второй аукцион. Аукцион признается несостоявшимся, если принято решение о признании только одного претендента участником торгов. Аукцион также признается несостоявшимся, если только один претендент принял участие в аукционе. Также аукцион признается несостоявшимся и договор не заключается, если ни один из участников не сделал предложение по начальной цене имущества. Теперь, коллеги, самое важное. Аукцион, в котором был допущен только один участник, признается несостоявшимся и договор с этим участником не заключают. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества, результаты аукциона аннулируются продавцом. Победитель утрачивает право на заключение указанного договора. Задаток ему не возвращается.